Хорошо, можно начинать. Вкусненького блюда, но не знаем, где его можно отведать. Загружаем фото в приложение, и оно подбирает ближайшие к вам места, в которых это блюдо может быть. Основные задачи. У нас есть задачи, которые мы сделали, и которые нам осталось сделать. Вот несколько шагов, которые мы сделали. Первое – это создание интерфейса приложения. Второе – это подключение карт через библиотеку. Мы подключили карты к нашему приложению на втором этапе. На третьем этапе мы реализовали отслеживание геопозиции в реальном времени. Из оставшихся задач – возможность загрузки фото для дальнейшего поиска, тех фото, которые мы загружаем, внедрение нейросети для определения блюда по фотографии, отладка работы приложения, выявление багов и их устранение, и релиз приложения. Почему мы не делаем веб-приложения? Для веб-приложения нужно изучить HTML, CSS и Java, что не представляется возможным из-за сжатых сроков выполнения проекта и начального уровня его исполнителей. Таким образом, мы пришли к оптимальному решению сделать приложение на QVMD. Почему именно QVMD и что это такое? Этот фреймворк включает в себя множество различных фич для приложения, которые нам пришлось бы реализовать самим. Кроме того, данный фреймворк – это из-за капитон, что нам очень поможет в дальнейшем для подключения нейросети. Ведь написать ее легче всего на этом языке, так как он является высокоуровневым и относительно других языков его легче осваивать новичкам, обладающим поверхностными знаниями в программировании. В этом нам помогут различные фреймворки, библиотеки, для нейросетей, которых доступно великое множество. Какие навыки мы получим по завершении проекта? Это создание приложений, работа с нейросетями, усовершенствование навыков в использовании униксподобных систем, работа с API, работа в команде, работа с фреймворками и библиотеками. А где же само наше приложение? Сейчас мы его вам покажем. Сейчас переключим демонстрацию. Теперь нам нужно вот это. Сейчас. Оно работает? Да, все видно. Так, собственно, вот наше приложение. Мы пока что решили обозначить его, назвать его как FoodFind. И сейчас мы покажем, что оно на данный момент умеет. Во-первых, оно запрашивает у нас доступ к геолокации. Он у нас уже разрешен, мы оставляем его. Здесь у нас есть заготовка под интерфейс регистрации в приложении. Мы еще не решили, нужно ли нам это реализовывать до конца. То есть нужен ли аккаунт в этом приложении, либо сделать его безрегистрационным. Поэтому пока что сделали только заготовку. Тут мы можем вводить какие-то символы. И пока что больше ничего не реализовано. У нас есть также пустое окошко для настроек, которое в будущем мы добавим и придумаем, собственно, что там будет возможность настраивать. И главная вкладка под названием Food. Тут, как мы видим, карта открылась с нашим положением. Геопозиция, которая отследила. Мы сейчас в общежитии. Тут немного не точно, но вот мигает кружок с анимацией, который отмечает наше положение. Также пока что в нашем приложении реализовано поиск различных блюд через строку поиска, которая находится снизу справа. Так как, собственно, возможны загрузки фотографий и нейросеть, которая будет преобразовывать фотографию в текст. И так же искать только уже самостоятельно, а без ввода текста мы не реализовали. Поэтому пока что просто по вводу текста. Тут мы можем, собственно, ввести какой-то текст. Допустим, введем бургер. Мы хотим бургер. У нас, собственно, реализован поиск на английском языке, так как мы планируем нейросеть обучать через дата-сет, который будет стоять на английском языке, представлять, собственно, ключ значения, то есть ключи и значения, которые будут являться фотографиями и названием блюда на фото на английском языке. И вот, собственно, у нас появились маркеры, которые обозначают места ближайшие, в которых есть, может быть, или есть блюдо под названием бургер. Мы можем нажать на маркер и увидеть, что это за место. Тут его наименование, адрес и часы работы. Также мы можем перемещаться по карт свободно. И у нас будут добавляться новые метки. К сожалению, демонстрация экрана немного подлагивает, но сейчас она должна обновилась. И мы переместились, у нас какие-то новые метки. Мы опять же можем смотреть, что это и так далее. После мы можем изменить наш запрос, запустим, на суши. После того, как мы изменили запрос, и переместимся куда-нибудь. Сейчас демонстрация экрана отлагает и обновится. Вот все. Теперь мы можем посмотреть, что тут какая-то доставка суши и роллов открылась. Можем пролистать куда-нибудь еще. Подождать, пока все обновится. Само приложение работает без лагов, но почему-то через демонстрацию экрана это с задержкой большой происходит. Вот мы переместились на карту и опять же видим какой-то фиш рис, какое-то другое заведение и его адрес, часы работы. Собственно, на данном этапе это все, что мы реализовали. Следующий шаг, который у нас сейчас как раз в процессе, это подключение загрузки фотографий. Сейчас мы в отдельном тестовом приложении смогли, кажется, реализовать загрузку фотографий и передачу в приложение адреса, как сказать, адреса директории, в которой лежит фотография, которую мы хотим загрузить на сервис на телефоне. Вот. Собственно, после этого мы продолжим работу и подключим нейросеть, которая будет получать, собственно, адрес папки на телефоне, в которой лежит фотография. И по этой фотографии пытаться определять, что за блюдо, переводить его в текст и искать через уже реализованную возможность поиска по тексту. Ну вот, в общем, все. Мы можем показать наш код, который у нас есть, как мы написали приложение, если это интересно. Да, я думаю, можно и без этого, но работает. Нет, такой вопрос. Вот вы говорили, что вы думаете о том, делать ли авторизацию или нет, ну, регистрацию. Как вы думаете, какие могли бы быть плюсы ее наличия? Я думаю, если у нас будет большая клиентская база приложения, то есть смысл вводить аккаунт каждого пользователя. А так, в общем-то, мы не видим смысла в этом пока. Собственно, если мы хотим реализовать какую-то связь между пользователями в этом приложении, тогда нам нужен аккаунт. А если не хотим, то мы можем просто оставить как бы локальные данные у пользователя на телефоне. То есть не реализовать регистрацию, а просто реализовать то, что пользователь, допустим, может несколько фотографий своих любимых блюд выбрать, их сохранить, и при заходе в приложение они будут подтягиваться из локальной библиотеки собственно приложения, как из кэша у пользователя, и приложение сможет с ними работать. Хорошо. Про настройки. Есть ли возможность на вот этой карте как-то ограничить зону поиска? То есть понятное дело, что она может искать на всей. Можно ли, например, вот вы будете добавлять на настройки, внести такую вещь, как ограничение диаметра, в котором оно ищет. Понятное дело, что если ты хочешь бугер, то ты как бы не всегда хочешь ехать куда-то на другой конец Москвы. Ну вот в начальный момент, когда мы заходим в приложение, у нас геолокация отслеживается и перемещает центр карты на собственную точку, на которой мы находимся. Вот изначально мы можем, когда ищем, у нас на том квадратике, который видят пользователи сейчас, на том квадратике и запрашиваются через API Яндекса результаты. А когда мы уже начинаем смещать положение карты, допустим, если мы хотим подальше где-то все-таки искать, или если наше местоположение не совпадает с тем, где мы хотим найти, может, мы куда-то поедем и там собираемся поесть. Мы, когда уже перемещаем и останавливаемся хотя бы на секунду, так настроенное положение в коде, хотя бы на секунду мы оставляем, собственно, нашу карту в покое после перемещения. Оно снова делает запрос и уже на квадратике, опять же, который в данный момент виден у пользователя, оно ищет места. Но в будущем, в принципе, можно в настройках в общем ограничить область, которую может перемещать, допустим, пользователь по карте. Если пользователю не нужна вся карта мира, огромное лишнее, то можно будет настроить какой-то определенный квадратик или, допустим, город, чтобы только по Москве или Московской области можно перемещаться. Хорошо. И такой еще вопрос. Вот вы говорили про загрузку фотографий, но пока что, я так понимаю, в приложении не реализованы моменты. Где это будет загружаться? Как? Какие планы на это? Мы планируем убрать место со строкой поиска, собственно, туда добавить место строки поиска, как бы надпись загрузить фото иконку или иконку, да. Ну, в общем, как-нибудь стилизуемо, чтобы это выглядело адекватно и цивильно. Вот. Чтобы пользователь мог, собственно, нажать на эту иконку, загрузить фото, у него откроется менеджер файлов, файловой системы Android, он сможет там выбрать фото и, собственно, после этого фото, ой, после загрузки он уже сможет, допустим, нажать на кнопку поиска или будет это автоматически реализовано, значит, начнется поиск по этой картинке нужный плюс. То есть я так понимаю, что когда вы перейдете к фотографиям, у вас текстовый поиск пропадет? Да, да. А есть ли возможность оставить и текстовый, и возможность загрузки фотографий? Потому что, ну, не все, наверное, захотят, ну, смогут загрузить какую-то или иную фотографию. Безусловно, можно. То есть можно, допустим, тогда сделать, опять же, в тех же настройках выбор, почему, как пользователь хочет искать по тексту или по фотографии, и в зависимости от ползунка в настройках, от его положения, допустим, по фото либо по тексту, пользователь будет менять интерфейс во вкладке с картой, с текстами строки на загрузку фотографии. Хорошо. В принципе, у меня вопросов нет, поэтому я сейчас завершу запись. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо. Спасибо.